У нас Мишлей 175-й урок, мы находимся в 20-й главе и 14-й посудку разбираем. По-русски он звучит так довольно своеобразно. Дурно, дурно говорит покупатель, а когда уйдет, тогда похвалится. В общем, на еврейском языке близко к этому. Ра-ра, йо-ма-ра-кане. Покупатель говорит плохо-плохо про товар, в Азельло уходит, в Аз и Дгалэль. И тогда начинает хвалиться этим товаром. Мальбим говорит, что Дерихаалам обычно люди делают так, что когда коны, шибали кнот из-за товара, когда покупатель приходит что-то купить, то он говорит про эту вещь, когда он торгуется, обсуждает купить или нет, он все время говорит о ее недостатках, говорит, что вообще-то она не очень. После того, как он уже покупает после этого в результате эту вещь, то он уходит из владений продавца в свое владение. И тогда он начинает ей хвалиться, говорить, какую дачную штуку я купил. Вот она этим хороша, тем хороша и так далее. И это в начале он, когда он покупает, он думает о цене этой вещи, что просят за нее столько-то и столько-то. И это кажется в его глазах, ну не совсем хорошо, дорого. И жалко потратить эти деньги. И он говорит, что это плохо по отношению к его стоимости. Но после того, как он уже отдал деньги за эту вещь, она становится в его глазах дорогой и приличной. Поскольку он ее купил так дорого, то ему кажется, что вот какую дачную сделку я совершил. И все это говорит Мальбим Машаль. Все это пример. По отношению к тому, что говорят. Баль и аговщина, кигатора, никнит бы веншина, умьют танук. Есть высказывание. В Перкеавон оно звучит немножко иначе, но приведу так, как Мальбим его приводит. Не люби сон, потому что Тора покупается минимальным количеством сна и минимальным количеством удовольствия. В шестой главе Перкеавод, это на самом деле не Перкеавод, это не Мишина, это уже добавление, которое сделано из Барайтот, для того, чтобы у нас было шесть недель чтения этих самых Перкеавод, а не пять. И там написано 48 вещей, которыми приобретается Тора. Одна из них Мьют Ахилау, Мьют Шина, Мьют Дерихерет. Одна из них уменьшение количества сна. Этим покупается Тора. Но я так предполагаю, не то, чтобы я видел это в комментарии первых комментаторов времен Раши на Перкеавод, но я так предполагаю, что не имеется в виду Мьют Шина, минимум сна. Это когда человек вместо того, чтобы спать ночью, играет в компьютерные игры, а потом занимается Тора. И тоже спал мало по этому поводу. Мне почти-то кажется, что не об этом сказано. Но тем не менее, Мьют Шина, Мьют Танук, уменьшение удовольствия, которое есть у человека от этого мира. Несмотря на то, что вначале, когда человек приобретает мудрость, изучая Тору, уменьшая удовольствие в этом мире, уменьшая сон, уменьшая еду и так далее, то он говорит, что это тяжко немножечко. Это выглядит как ра плохо в этом мире человеку. Поскольку он думает о соответствии приобретения Торы, как это соответствует цене, которую за это надо заплатить. И он работает всем своим телом, оставляет сон, оставляет удовольствие. После этого, когда он покупает мудрость, то он начинает хвалиться этим, хвастаться, прославлять ее. Тут она ему кажется уже значительно лучше. В соответствии с Мальбиумом, следующее предложение будет точно на эту тему. Но поскольку Гаон в общем так же, как Мальбиум переводит этот по суке, объясняет, то я вначале прочитаю, как объясняет Гаон, а потом пройдем дальше. Что во время, когда человек приобретает какую-то вещь, он начинает ругать эту вещь. После этого, когда он уходит, тогда он начинает ей хвастаться, хвалить ее и красоваться этой вещью. Мальбиум написал, что когда человек торгуется, ему кажется, что это невероятно дорого для такой вещи, деньги, которые он платит за эту вещь. И поэтому она ему кажется несоответствующей цене. Немножко напоминает такой известный анекдот. В еврейской школе учительница спрашивает, сколько будет дважды два. И Мойша отвечает, что мы продаем или покупаем. И поэтому, когда идет вопрос о том, сколько платить, то это начинается вопрос соответствия цены, которую ты платишь за эту вещь. И в переводе на то, о чем говорит, как Мальбиум и Гаон учат одинаково эту вещь, что мы говорим сейчас про Тору. Тора, она как бы бесценна. Но бесценность Торы мы поймем несколько позже, если поймем тому, кому повезет. А в настоящий момент времени человек действительно лишается очень многого в этом мире ради изучения Торы. Тот человек, который по-настоящему посвящает себя Торе, это тяжело. И, соответственно, пасук, из которого это учится, это пасук «Зод Тора Дгаадамки и Мудбоогль». Вот Тора человека, который умирает в шатре. Пшат этого пасука, простой смысл этого пасука, говорит о состоянии передачи нечистоты трупа, который находится в шатре, что все, что покрывает потолок, который покрывает труп, все, что он еще покрывает, становится нечистым вместе с трупом. Но это пшат пасука. А Драша, Мидраш, который говорит, он говорит «Зод Тора Дгаадам, Шеймудбоогль». Вот Тора человека, который умирает в шатре. Тот человек, который умертвляет себя в шатре за Торы. Только в том Тора Миткаемет. Только в том осуществляется Тора. И Хазаль говорят, что «Эн Тора Миткаемет, элабэмиши мимитататасмуалэха». Тора не остается, не существует, а только в том, кто умертвляет себя за нее. За Тору имеется в виду. Я совершенно серьезно говорю, что «Миютшина» это не означает уменьшение сна, это не означает какое-то времяпрепровождение в казино или что-то подобное. Что это не имеет отношения к минимуму сна, и понятно, что это не приведет к улучшению Тора. Но человек, который ради Тора уменьшает сон, уменьшает Таануге, уменьшает удовольствие и так далее, только в нем может осуществиться Тора. Мы уже неоднократно, минимум два раза это обсуждали, но в двух словах, чтобы так коротко напомнить. Что существуют определенные махлоки с определенных спор-решением, первых комментаторов, которые говорят о том, что Мишнов, трактати «Перкиавод», которая говорит, что Тора покупается, «Миютахила» и «Миютштия» и «Миютшина», Тора покупается, когда мало спишь, мало ешь, мало пьешь, то есть комментарии, комментаторы Медрашмой, которые говорят, что здесь обращаются, нет, начнем с Раши, Раша говорит, что здесь обращаются к человеку, у которого нет денег, человек, который, ну, бедный человек, что ему говорят, что ты должен этого не бояться, даже в бедности, тем мало что есть кушать, мало что есть пить, все равно ты можешь приобрести Тору, тем более, если ты богат, ты можешь пить не воду, а вино, есть не хлеб, а так далее, какие-то, я не знаю, какие там названия приводятся, то, что сказано, «Пад бы мелах тухлу ма им тиште», кушайте хлеб с солью и пейте воду, но занимайтесь Торой, это речь идет о человеке, который не может себе позволить есть что-то другое, но человек, который богатый, тем более, что ему будет еще легче приобрести Тору, и его деньги могут ему в этом помочь по самым разным, в самых разных вариантах. Лаумадзе, напротив этого, Мидрашмуль и Мааршав Баумицы идут по другому пути и говорят о том, что Тора приобретается именно уменьшением всего этого, и это обращение в Перке вот идет не к бедному человеку, а к богатому человеку. Человек, у которого есть возможности кушать шницели и красную икру, ему сказано, что кушай хлеб с солью, и только так ты сможешь приобрести Тору, что Тора действительно приобретается уменьшением Дерри Херрит, уменьшением того, что с материальных вещей, поскольку материальное и духовное противоречат друг другу, для того, чтобы человек приобрел себе духовный мир, стал духовным человеком, человеком Торы, ему надо для этого уменьшить в себе материальную часть. И об этом же есть Мидраш, который приводится в Геморе к Субас, что Тосус приводит этот Мидраш и не Гемора. Тосус говорит о том, что до того, как человек молится, чтобы Тора к нему вошла, он должен помолиться, чтобы в него не вошло и еда, и питье, он должен уменьшить все это. И здесь, Лихойра на эту тему, можно толковать то, что сказано в этом пасуке, комментарий Мальбима, который мы успели пока прочесть, обоими способами. Что человек говорит, что мне тяжело, потому что я вынужден уменьшить состояние этого мира, уменьшить в себе материальные блага этого мира ради Торы, поэтому мне тяжело, я мало ем, мало сплю. И можно понять и как Раша, и как Магарша, и теми другим способами. Гаона тоже на самом деле можно понять здесь обоими способами, но шита вильнюсского Гаона, он неоднократно это пишет, он пишет о том, что человек должен очень серьезно постараться уменьшить свое отношение к материальности, и только тогда Тора может в него войти. То есть он учит это как Медрашму или как Маарша, а не как Раша. Теперь читаем Гаона после этого. И Гаон говорит, что во время, когда человек покупает какую-то вещь, он миганет эту вещь, он ее порицает. Порицает. Он ее порицает. А после этого, когда он идет, уходит, тогда он начинает хвастаться этой вещью. Суть в том, что когда приобретаются Торы и заповеди в этом мире, то человеку от этого Ра-Рао Меракане, то покупатель, тот, кто делает Месот, он так вот немножечко занудствует, я не знаю, как лучше слово по-русски создать, такое слово произнести. Человеку тяжело, и он об этом немножечко говорит, что он устал, ему тяжело и так далее. Потому что ему требуется много-много работы, труда, страдания для того, чтобы это сделать. Понятно, что когда он говорит плохо-плохо, это не обязательно он говорит вслух. Занудиться можно самому себе еще больше. Есть такой анекдот, что человек приходит к врачу и говорит, доктор, у меня проблема, я разговариваю сам с собой. Доктор на это отвечает, что это, вы знаете, это очень многие люди так делают. Да, доктор, может быть, они не такие занудные, как я. Человек может сам себе занудствовать о том, что все плохо, значительно сильнее, чем окружающим. И вот когда имеется в виду Ра-Ралу, это не означает, что он обращается ко всем встречным и говорит, что ему плохо. Но человек может ощущать это и занудствовать себе, насколько тяжело приобретать Тору и заповеди. И он находится в царе, это на самом деле абсолютная правда. Но когда он продолжает идти дальше и идет к себе домой, что такое к себе домой, я перевожу дословно Бейт-Аламо, Бейт-Аламо это идет в Аламаба, после смерти, то тогда он начинает, Тора начинает прославляться, он начинает прославляться Торой. То есть во время, когда он достигает, выходит из Ршута покупателя, я перехожу обратно к Мальбиму, из владения покупателя и переходит в свое владение. То есть после того, как он выходит из Ойлом-Авойда, в Ойлом-Схар, он переходит из мира службы Всевышнего, в мира награды Всевышнего, то в это время Тора является только... Я не знаю, слово хвостовство трудно перевести, так Тора, Галель, как перевести? Агидалия? Прославление. То Тора является только прославлением. И еще, слово «ра», слово «плохо». Потому что во время, когда человек покупает какую-то вещь, он, как вы сказали, порицает эту вещь. То есть изначально ему что-то дают, он начинает говорить, нет, это не то, это мне не нравится, это вот то плохо, это плохо. Для того, чтобы ему дали что-то лучшее и так далее. И постепенно он поднимается в уровне покупки, находит что-то лучшее, что ему больше подходит. После этого, когда он уже уходит, то он радуется и прославляет то, что он выбрал. Потому что человек, который занимается Торой и заповедью, это другой комментарий Гаона, совершенно не такой, как был первый комментарий, комментарий Бальби. Давайте еще раз, чтобы увидеть разницу. Первый комментарий говорит, что внутри этого мира ему тяжело, он встает, он страдает, поэтому он остается в состоянии раб, в состоянии недовольства. Но потом, когда он переходит в Алам-Абаб, в мир грядущий, после смерти, в Ганетам, в мир, где дают награду за извлечение Тора, там это уже полный кайф и полная радость. Второй комментарий говорит, что Дерек человека, обычай человека. В тот момент, когда он хочет приобрести какую-то вещь, он стоит около ларька и торгуется по поводу этой вещи. И говоришь, нет, эта вещь плохая, может, у вас есть что-то получше. Здесь, я не знаю, пиджак, здесь мне жмет, здесь то не то, здесь это не то и так далее. То же самое с изучением Тора и соблюдением Митцвода. Человек, который приобретает Тору и заповедь, понятно, что приобретение Тора и заповеди, это только работа и служба Всевышнего. Каждая заповедь приобретается человеком, каждое слово Тора становится его в тот момент, когда он работает над ним. То человеку все время мало, и все ему кажется плохо. Он все время недоволен. Я мало выучил, я мало Митцвод сделал, то плохо, это плохо, в этой миссии была плохая Кавана. Но каждый человек примерно представляет, чем он недоволен внутри себя. Есть, наверное, люди, которые довольны, но думаю, что большая часть людей, в тех случаях, с которыми я знаком, все время недовольна. Не только Митцвод. Но мы сейчас про Митцвод и Тора. Ему все время кажется мало, кажется плохо, кажется это не так и это не так. Для чего это делается? Для того, чтобы он усиливал и усиливал свою службу Всевышнему, и делал все лучше и лучше, и учил все больше и больше. И здесь сказано, что человек, который в момент, когда он продолжает покупать Тору и заповеди, он все время говорит, ра, ра, плохо, плохо и так далее. На все, что приходит ему, изначально ему все не нравится, ему все кажется неправильным, все кажется недостаточным. То есть, он считает, что у него нет и ничего, он ничего не приобрел. И этого мало, этого недостаточно. И это не та авойда, это не та служба, которую выбрал Всевышний Идбарахшмо. До того состояния, что он собирает и выбирает, и делает много-много добра, много-много Митцвод, много-много Тора. После этого, когда он переходит в состояние, следующее состояние вещества, которое называется Бейталамо, умирает, тогда это ему начинает казаться хорошо, поскольку это уже не мировойды, а мир награды. Комментарии как бы немного похожие, но исходят из совершенно разных вещей. Первое, ра, ра, плохо, плохо, относится к тому, что человеку реально тяжело делать Митцвод, и он чувствует эту тяжесть, и жалуется, может быть, сам себе, но жалуется на это. До смерти, когда он начинает получать награду и начинает быть счастлив по этому поводу. Второй комментарий говорит не о том, что человеку тяжело или легко, потому что на самом деле бывает, что Митцвод идут легко, это может случиться, и Тора может идти легко, Тора доставляет удовольствие, наслаждение и так далее. Но при этом человеку должно так правильно, чтобы было говорить Шломамеллах, ему все равно должно казаться, что это мало, недостаточно, плохо. Количеством и качеством, для того, чтобы он сумел скопить намного больше Тора и заповедей, и в результате Лидхалелиями прославлять их, он уже будет в Ганедоне. Окей, это два объяснения этого пасука. Следующий пасук, номер 15, говорит. Есть золото и много жемчуга, но драгоценная вещь, это уста разумные. Мы увидим, что это можно перевести немножко иначе, и Гаун учит совершенно иначе, сейчас посмотрим, начнем с Мальбима. Мальбим говорит, ешь загав, вырав пниним, ешь золото и много пниним, это жемчуга, какие-то драгоценные камни, и есть клиекар, и есть драгоценная посуда. Что такое драгоценная посуда? Это сифтейдаат. Я сейчас иду по одному из возможностей перевода, тому, как перевели по-русски, и потом посмотрим вторую возможность этого перевода. Говорит Мальбим, есть золото, потому что этот киньян, это приобретение, которое человек приобретает посредством того, что он говорит слова Торы, то есть в нем все время находится внутри сифтейдаат, уста знания. В скобках Мальбим добавляет, определение понятия знания, это то, что у человека из хохмы вырастает из мудрости, я не знаю, хохму очень трудно переводить, информация полученная сверху, у него вырастает едея брура, ясное понимание, ясное знание каких-то вещей, как то, что достигается с помощью михушим. Михуш – это потрогать, почувствовать, с помощью ощущений. И об этом был намек, который сказан раньше, о том, что пасук говорил, глаз видит, а уха слышит, то, что делает Всевышний. И все это, видящий глаз и слышащий ухо, все это создал Гошем, как, если я не ошибаюсь, мы обсуждали в прошлый раз. И посредством того, что он открывает глаза, он может достигнуть, достичь понимания сифтейдаат, то есть достичь того, что его уста будут произносить слова даата, слова знаний. То есть он достигнет едия брура, ясного понимания, и это и есть ясного знания, и это и есть даат. Я потом, поскольку мы дочитаем это, немножко вернусь и попытаюсь как-то, лагдир, чуть более понятно по-русски именно. Что человек должен быть, рагиль, должен быть привыкнуть к тому, что у него то, что выходит из уст и наружу, то есть, то, что он выдает своей речью, это постоянно сфатаем, постоянно уста должны намекать, показывать, делать намек на то, что он знает, и вот находить, на то, что у него находится в состоянии едия брура, стопроцентного понимания, стопроцентного знания. И вот продолжает Мальвим и говорит, «Сифтейдат», уста знания, это драгоценные сосуды, очень дорогие, что нету подобной этой драгоценности в мире. То есть, род человека, который высказывает слова Торы, нету ничего более драгоценного, чем вот этот вид посуды, который есть в мире. Потому что, если человек «Кана» «Ванатан во Махир Загаф и Пниним» человек что-то купил и дал за это много золота и драгоценных камней, то это не настолько дорого, как слова «Дата», которые выходят из него. Потому что есть много золота и есть много драгоценных камней. Их много навалом в мире. Но «Сифтейдат», вот эти слова «Дата», это драгоценная посуда, которую очень трудно найти. Это комментарий, который дает Мальвим. Значит, если его совсем коротко сформулировать, то это то, что сказано в другом послуке и то, что сегодня в Израиле принято как какая-то песенка такая детская. «Лучше для меня Тора уст твоих Всевышний, чем тысячи не знаю чего золота и серебра». То есть все драгоценности, вся стоимость этого мира, она не стоит награды, которые человек получает за слова Торы. И слова Торы, кроме всего прочего, они очень редки в этом мире. И слова настоящие едии это очень редко. Но Мальвим здесь ввел еще одну очень важную вещь. Существует понятие хохма, бина и дат, которое уже неоднократно обсуждалось. Хохма это знание, которое получается сверху, от учителя к ученику, от Всевышнего к человеку. Бина это информация, которую человек обрабатывает внутри себя, обрабатывает эту хохму, приходит к каким-то выводам. И это две вещи, которые очень важны. Но если человек, если хохма и бина человека не дошло до состояния дат, то этого недостаточно в процессе Талмут Торы, в процессе изучения Торы. Поэтому Мальвим объясняет, что дат это едия брура, это стопроцентное ясное знание, которое выходит наружу. Теперь попытаемся сформулировать, что это значит. Дат это хибурь, это соединение. Соединение, контакт, стопроцентное соединение, не то, с чем я был соединен, а то, с чем соединен в настоящий момент времени. И вот это соединение со знаниями, данными свыше, это едия брура или это дат, который есть. Как она проявляется в человеке? Она выходит наружу с его словами. Когда он говорит, из его уст вытекает едия брура, то это то, что называют знаниями. И Мальвим говорит, что эта часть торы, она наиболее ценна, и именно про нее он говорит, что ее невозможно сравнить золотом с золотом жемчугами, потому что золота и жемчугов в мире довольно много, но стопроцентной вот настоящей еди бруры, я не знаю, как по-русски сказать, ясного знания торы, в мире находится очень мало, потому что даже те, кто учит тора, далеко не все доходят до уровня, когда их едия становится едия брура, когда он четко может высказать то, что это есть, а не остаться в том, что есть, которые говорят так, есть, которые говорят так, есть, которые говорят и есть, которые говорят, это и есть тора, но даже это должно быть высказано четко и ясно, и человек должен, тора должна стать частью его, это то, что имеется ввиду. Сейчас мы прочитаем относительно короткого Гаона и еще пару слов на эту тему. Гаон говорит, что есть Загав, он учитывает пасух иначе. Я прочитаю так, как переводит его Гаон изначально, он переводит его иначе, а потом уже прочитаем Гаона. Ешь загав, вырав пниним, есть три вещи, говорит Гаон, есть золото, есть раф пниним, есть много драгоценностей, как это называется, раф пниним, много жемчуг, да, и есть клеи и кар, дорогие сосуды. И это все, вот все эти три, это то, что образует сифтейдат, это то, что образует понятие, когда из уст вытекает знание. Вы видите разницу в переводе. Первый перевод говорит о том, что драгоценные металлы и жемчуг, они менее важны, чем драгоценные сосуды, которые являются словами, которые вытекают, а второй перевод говорит, что есть три вещи, золото, жемчуг и драгоценные посуды, и из них троих вытекает понятие высказывания дата. Что имеется в виду? Объясняет Гаон так, что маалат, загав, достоинство золота, это то, что на золото можно купить все, что человеку необходимо. Все, что нужно, можно купить за золото. Сегодня, наверное, за нефть, но, тем не менее, золото, это вещь, которая ходовая монетка какая-то. пниним, это жемчуг, это является очень дорогой вещью, это очень такая сегула, я не знаю, как слово сегула перевести, непереводимая игра слов, но это что-то, что служит для того, чтобы сохранять его. Золото, это как для того, чтобы на него покупать, а жемчуга, для того, чтобы их складывать и копить себе богатство, банковский счет, в котором она находится. И говорится, рав пниним, что этих пниним вот этого накопления очень много, потому что пниним, они очень маленькие, и они бывают побольше, и они очень дорогие, и они дорогие значительно больше, чем если просто измерять по весу, чем они есть на самом деле. Есть какая-то стоимость их добычи, и есть то, что реально они оцениваются значительно больше в мире. И это то, что сказано рав пниним, много жемчугов, имеются в виду огромные, большие пниним, которые очень дорогие. То есть, если я правильно понимаю, что хочет сказать Гаон, я небольшой специалист в ювелирном деле, так вот скажем прямо, но я понимаю, что две маленькие жемчужины, которые весят пять грамм, стоят меньше, чем одна большая жемчужина того же веса. Она непропорционально дороже. Поэтому он говорит о том, что вот эти вот дорогие, непропорционально дороже, чем они должны быть, жемчуга и много золота. Это вещи, которые невероятно важны. Но клиекар, вот дорогие посудины, это килим, это та посуда, которая нужна ему для своих желаний. Человеку она нужна. ему нужны не золото и накопления, а ему нужны вещи, которыми он сейчас пользуется. И они тоже очень дорогие по стоимости, поскольку, ну вот, возьмем пример, что он пользуется какими-то дорогими посудинами. Эти три вещи, это все, что человеку нужно, больше ему ничего не нужно. У него есть накопления, скопленные в жемчугах, у него есть золото, на которое он может все купить, и все, что ему надо, та посуда, которая нужна, посуда, это не обязательно посуда, одежда, все, что ему нужно, все у него есть. Причем есть самого высокого качества, самое хорошее. Теперь у него есть все. Золото купить, пниним для того, чтобы хранить себе, и для того, чтобы это его украшало, украшение для того, чтобы лихобет, как это сказать, для уважения, и килим, который нужно для того, чтобы ими пользоваться. Все эти вещи, они самые лучшие. И здесь сказано, что все эти, все вещи, они якорим, они дороги, когда они используются для севтейдат, для того, чтобы из них вытекала севтейдат. И объясняет Гаон пунктиром, пунктиром он всегда пишет, другим шрифтом, то, что объясняется Бедерих Сот, а в Мишле он очень много использует объяснения Бедерих Сот, но это очень понятная вещь, которую он пишет, что эти три вещи, золото, пниним, и дорогие посуды, это Хохма, Бина и Даат. Три верхних сферы, три верхних, я не знаю, как сферу переводить, думаю, что никак, которые, а? Сферы переведем как сферы, хорошо. Так вот, это три верхних сферы, из которых вытекают остальные семь. Мы знаем, что есть десять сферот, из них они делятся на два уровня, три первых и семь нижних, и три верхних, они на самом деле Хохма, Бина и Даат, из Дата вытекает все остальное. Дат это знание, и вот теперь нужно понять, чем отличается понятие Дат от всего остального, я неоднократно говорил, но ничего не могу сделать, он в эту тему нас ввел опять. Хохма, получение сверху, Бина, обработка внутри своей головы, Дат это соединение, Хибур, когда мои знания становятся частью меня. Мальбем это назвал, когда я их ощущаю. Это то, что дано не на уровне анализа и получения и так далее, а на уровне пощупать. То есть для меня это вещь доказанная, абсолютно явная, доказанная вещь, которая стала частью меня. Другими словами, семь сферот, если их перевести на Мидот, они так и называются на иврите, верхние три называются Гимал, Решаним, третьи сферы, первые, а остальные называются либо Зайн Тахтаним, либо Зайн Мидот. Семь качеств, потому что через них Всевышний проявляется в качестве качеств, не знаю, как сказать. Но для человека, у человека существует понятие Мидот, понятие качества, которое у него есть. Качества человека в идеале должны полностью выходить из сферы Дат, которые есть. То есть человек должен полностью иметь те качества, которые он понимает, знает, понимает здесь недостаточно, а именно знает на уровне, вот, он понимает, знает, как себя надо вести, и его знания определяют поведение на уровне стопроцентной связи. То есть рука не может сделать того, что человек не понимает на уровне атрибута дата, когда ему не просто очевидно, это он и есть. Из вот этой даты вытекают все его поступки, все его поведения. В тот момент, когда нужно, он надевает одежду по имени Кас, по имени Гнев, в тот момент, когда нужно, он надевает одежду по имени Одинут, как Одинут перевести, такая вот нежность, деликатность, какие вы слова по-русски знаете, обалдеть, и так далее. Таким образом, человек пользуется тем, вот, реально пользуется тем, что нужно в данный момент. По отношению к тому, что нужно, он использует одно, потому в другой момент, через две минуты, он может пользоваться другим, и все это находится на уровне дат, ему не надо на эту тему думать, оно, это он. Вот об этом говорится, что сифтейда, то, что выходит из человека, понятно, что рот, сфата и муста, это то, что выходит наружу, то, что человек высказывается. Поэтому, когда сифтейда состоит из этих трех одежд, то, что, на что можно все купить, то, что является ководом человека, украшением человека, и то, что является тем, чем человек постоянно пользуется, это хохмабинадат, который человек исправил, тикен, предназначил таким образом, чтобы они стали главным его поведением, и тогда все его поведение становится стопроцентно обосредовано вот этим вот медой, которая называется дат, вытекающей из первых двух. Так Гаон объясняет этот пасук. В общем, Мальбин объясняет совершенно иначе. Мальбин говорит, что пасук говорит про сравнивание материального и духовного. Гаон считает, что пасук говорит только о духовной части человека, и Гаону даже не хочется сказать, что Шлома Амеллах хочет сравнить нам и рассказать нам, что не надо гоняться за материальными благами, духовные качества намного выше. Это настолько просто, что Гаону не хочется в это дело вводить Шлома Амеллаха, и он считает, что Шлома Амеллах говорит нам только о духовной части человека. И золотом, и так далее, называются какие-то духовные вещи, а именно хохмабина. Окей, двигаемся дальше. Мы дошли до 15-го пасука. 16-й пасук говорит «Возьми его платье, так как он поручился за чужого, и за сторонних возьми от него залог». От кого взять платье, кому кто поручился, сейчас будем смотреть. Начинаем, как обычно, с мальбе, мы начинаем с того, что я прочту на иврите. «Лаках бигдо киарев зар баат нахрим или нахрия хавلهу». Возьми от него его одежду, потому что он является гарантом за чужого человека и за нахрия, за постороннюю он поручился. Что это значит? Говорит Гаон, нет, слегка, Мальбин. Говорит Мальбин «Возьми его одежду, потому что он является аревом, гарантом за чужого. Есть разница между Зар и Нохри. И Рамбом, и Мальбим, и Гаон, и многие другие комментаторы все время, как только мы касаемся этих слов, начинают нам объяснять эту разницу. Может быть, вы помните кто-то, что в начале Мишли во второй главе, на этой вторая и третья глава, на эту тему было очень-очень много. Там все время были Штейн, Ашим, Занот, две женщины-блудницы, которые приходят к Бахуру, к юношу, встречают его. И эти две женщины, это Зара и Нахрия. Чужая и Нахрия. По-русски обе слова означают чужая. Две чужие. Но что это значит? Он говорит, Мальбим, что есть разница между Зар и Нахри. В чем разница? Зар, чужой, это сейчас, секундочку, гам, ну, один момент, гамми эритс газот кшеэйном ибнэйбэйто омэйро. Это даже человек, который живет в этой же стране, но не из его домочадцев и не из жителей его города. Такой человек называется Зар. Нохри, это человек из другой земли, то есть более чужой. Есть два вида чужих, чуть-чуть чужой и сильно чужой, который удален из другой страны или из другого города. И здесь сказано, что если человек берет поручательство за Зара, то есть из другого города, то у него возьмут одежду и не дотронутся до его тела. Одежду заберут, грубо говоря, если простой пшат, простое объяснение, перевод того, что здесь произошло. Рувен поручился за Шимона, что если Шимон не заплатит долг, то Рувен заплатит за Шимона. Пришло время, Шимон не заплатил. К Рувену приходят и от Рувена забирают его одежду, но тело Рувена никто не трогает. Но если он становится Аревом за Нахрию, за совсем постороннюю, из другой страны, то его бьют самого, потому что это пеши и тер, это большее преступление такое сделать. И у него есть, это был Машаль, это был пример. То есть пример здесь много-много раз нам говорилось, что не надо брать гарантию, быть гарантом другим людям. Сейчас мы переведем это в Нимшаль и обсудим, наверное, уже после Гаона. Нимшаль, пример, что имеется в виду. Машаль – это пример, что этот пример объясняет. Словом Нахрия, словом чужая Нахрия, здесь показывается, что в соответствии с Машалем это Зана Нахрия, это женщина-блудница чужая. Как сказано, к моли шмерехами и шазара у Менахрия. Сохранил, молитва, «Сохрани меня от чужой жены и от Нахрии». Зара и Нахрия, от обоих. И там говорится разница между ними. Ульфи Нимшаль, в соответствии с тем, что хотят нам этим примером сообщить. Здесь сказано и там, и тут про одно и то же. Есть диод-казвод, есть посторонние диод, посторонние точки зрения. Да, фальшивые, посторонние, ну, точки зрения. И есть точки зрения авоиде-зойры. Есть два вида, есть какая-то философия, есть авоиде-зойра, идолопоклонство. Человек, который берет вот эти вот ложные знания, ложные мудрости, и заменяет ими мудрость Торы и начинает, как бы, ими жить, то этот человек, он берет себе зану, блудницу из Ам-зара, из чужого народа. Чужого, но недалеко удаленного. Не из своего города, но из своей земли. И здесь нам говорится, что этот Ремис, намек на этот процесс, называется Аревутом, называется Гарантом. Он берет себе чужие какие-то точки зрения, философии, я не знаю, Канта, Гегеля, я не знаю, что, и так далее. Это называется Ишазара. Потому что он принимает на себя Арева, Гаранта, на других вещей, на другие вещи, на других людей, которые сам он не взял, Алваул, сам он не взял в долг, но он обязался платить, несмотря на то, что он не берет в долг. И также он принимает на себя охрают, ответственность за чужие точки зрения, за чужую философию, за чужой подход к жизни. Да, Атхи Санит, так как он пишет, на иврите это гораздо понятнее, я не знаю, у меня не хватает русских синонимов объяснить, что это такое. Ну, нет, наверное, все-таки не совсем. Именно чужие точки зрения, какие-то философии чужие и так далее. Различные виды... А? Нет, Хи Санит здесь не крайне, это чужие. Есть Пнемит, это наша, Тора, и есть Хи Санит, это все, что выходит за круг Торы. Внешний. Так вот, он берет ответственность за эти внешние структуры и таким образом эта Зана, эта блудница постоянно находится около него, с ним. И, соответственно, у него постоянно находятся внутри себя какие-то сомнения, какие-то трудности по отношению к Торе. То есть, с точки зрения Тора ему все время кажется, что это непонятно, то непонятно и так далее. И это Ареф, это гарант за кого-то, кто называется Зар. То есть, за дат, за знания, которая находится Худсмихохмат Тора, снаружи знания Торы, вне знаний Торы и вне ее корней. Но, тем не менее, это еще не называется Нахрия, это еще не называется совсем Нахрия. Нахрия – это дат Авойда Зойры, это точка зрения поклонения идолам и службы им. И тогда он берет уже за эту Зару, берутся с человека одежды и берется его красота, то есть, то, что его украшает в виде одежды. Берется какие-то золотые украшения, которые надеты на человеке, которые были даны всему народу Израиля на горе, которая называется гора Синай или гора Хоров. Там ему были даны украшения в виде корон. И эти короны у него забираются, потому что он начал заниматься, давайте так, чтобы проще было обозначить, каким-нибудь измом. Не имеет значения каким. Но человек, который ареф, который является гарантом за Нахрию, то есть, за Авойду Зойру и за чужих богов, его уже не только забирают короны и забирают одежду, его уже бьют самого. Потому что тогда видно Мейдад Гашем у Михалко эль Нахрия ашельгем тимакер ла рефорова. Видно, что он уходит от изобщества Всевышнего в какое-то совершенно непотребное место. Поэтому этот пасук приходит повторить то, что было сказано в другом месте и говорит о том, что такое вот этот вот вид человека, который становится гарантом. Таким образом, Мальбим понимает, что Шлома Амелах предостегрегает нас от того, чтобы мы увлеклись какими-то другими вещами. И это увлечение другими измами, философиями и так далее называется Ишазара, чужая жена. В тот же момент, когда он уходит еще дальше и доходит до Авойда Зойры, это уже называется Ишана Хрия. И эти два, две вида блудницы, с которыми мы постоянно должны бороться и сталкиваться, против них очередной раз нас предостерегает Шлома Амелах и говорит, что человек, который с ними сталкивается, становится гарантом их и, соответственно, с него забирают за зару одежду, а за нахрию бьют уже потелю, и он получает и сурим разных видов. Так объясняет Мальбим этот посуд. Гаон Мивильна идет по похожему, но на самом деле совершенно другому пути. и путь довольно длинный, но думаю, что мы как раз и успеем его. Он говорит, что начинает с пшата, с простого пшата геморы относительно того, что такое Малве, Лаве и Ареф. Что такое тот, кто дает долг, кредитор, тот, кто берет и тот, кто Ареф, гарант за того, кто взяли долг. Бывает такая ситуация, что к человеку, у которого есть какие-то деньги, приходит кто-то и просит одолжить какую-то сумму. И тот как бы не против выполнить миссу, одолжить деньги, но боится, что ему не отдадут. В принципе, человек имеет право попросить кого-то быть гарантом. Человек, который принимает на себя быть гарантом, он должен быть готов к определенным вещам, а именно, что Лаве не заплатит, и тогда сдерут эти деньги с него. Здесь есть разные деним, разные законы, что именно и как именно берутся деньги с должника, и как берутся деньги с гаранта. С этого начинает Гаван. Он говорит, запрещено Малве войти в дом к Лаве, то есть кредитор не может войти в дом к своему должнику, для того, чтобы взять там мошкон. Мошкон это какая-то вещь, которая берется в залог. Есть два вида мошкона. Здесь мы разбираем мошкон в залог, который не берется во время, когда берется в долг, а пришло время выплаты, и должник не выплатил. Можно с него взять что-то в залог того, что он заплатит, и продлить этот долг. Вот об этом идет сейчас речь, об этом мошконе. В этом случае написано, что кредитор не имеет никакого права войти в долг к своему должнику, чтобы взять у него в мошкон. И об этом сказано, дальше приводится это Гимора, Гимора в Баумицеи, и приводит пасук. Быхутстаамот ваиша широта насебо ице алейх эдгавот. Ты будешь стоять снаружи, а человек, который тебе должен, он вынесет наружу то, что он отдаст тебе в залог. И Гимора говорит, что обычно человек выносит наружу из своего дома, самые ненужные вещи. Есть какое-то количество вещей, которые стоят столько, сколько он должен, но он выносит этими вещами то, что в принципе никому не нужно. Они стоят, можно их продать, но это вещи ненужные, их продать тяжело и так далее. Это обычно происходит. Есть второй способ, каким образом можно взыскать долг, а именно пойти в Бейзин и сказать Бейзину, что такой-то сякой-то должен мне несколько миллионов долларов, он почему-то не отдает уже неделю, и вот возьмите с него залог. В этом случае Бейзин посылает Шалиеха Бейзина, посланника суда, который может взять залог. Но даже Шалиех Бейзин, посланник этого суда, он не может войти в дом для того, чтобы взять залог. Но Шалиех Бейзин может снять с него одежду на улице, то есть подойти к нему, тот еще не дал залога, подойти к нему на улице и сдернуть с него одежду. Это то, что он имеет право сделать. И здесь сказано, что этот закон сдергивания одежды и так далее, то есть кредитор не может снять одежду с должника, он должен ждать, что ему вынесет. Шалиех Бейзин, представитель суда, имеет право это делать. И здесь сказано, что только Лаве, только с Лаве нельзя снять одежду, кроме Шалиех Бейзин, но если это гарант, который взял на себя быть гарантом Лаве, то с него может Лаве подойти и снять одежду на улице и даже может войти к нему в дом и взять у него залог. То есть к должнику это сделать нельзя, а к гаранту это сделать можно. И тем более он может на улице снять с него одежду. Это то, что сказано. Пасук говорит лакахбигдо, то есть как по-русски он перевел, он довольно хорошо это перевел, используем перевод возьми его платье, начинается Пасук. Возьми, сними с него платье. С кого можно снять платье? С гаранта. Поскольку он стал аревом, он стал гарантом за чужого человека, за человека, за которого ему не обязательно было быть гарантом, он это сделал для себя и таким образом он привел к тому, что его могут на улице немножечко обисло раздеть. Батнахрия хаблэгу, но за нахрию можно побить, сделать хабалу, ударить человека. То есть, когда человек становится гарантом по поводу нохри, то ты можешь войти к нему в дом и стукнуть его. Имеется в виду, как я уже объяснял в другом месте. Перекивав, он говорит, что кто такой арев, мы это подробно обсуждали, но Гаон решил, что нам надо еще раз обсудить. Аревом, гарантом, называется человек, который вводит себя в должность рабанута, становится равом, начинает работать в виде рава. И он должен автоматически следить за людьми, должен их упрекать, следить за того, чтобы они не делали левый рот, за тем, чтобы они не делали преступлений. Если делают преступления, помочь каким-то образом, давать вовремя уроки, для того, чтобы этих преступлений не было, и так далее. Он должен их вести, давать им гадраху, как правильно идти по нужному пути. Если он не следит за ним, это его должность, он обязан это сделать, он обещал, с ним договорились, я не знаю, каким образом он стал обязан, это следующий вопрос. Если он обязан этого делать, но он этого не делает, он гарант, но он не обучает людей каким-то вещам. Знаете, была такая история, я не помню, с кем мне рассказывали, думаю, что истории не было, как обычно, все хасидские и литовские истории выдуманы от начала до конца, но в качестве проиллюстрирования что-то довольно неплохо. Была какая-то история про маленькое местечко, в котором был раф какой-то синагоги, и вот он как-то собрал своих глав общин, габаями, не знаю кто, и попросил ему повысить зарплату, потому как, ну, не справляюсь, не хватает. Те посовещались и сказали, что зарплату повышать не могут, не будут, нет денег. Он очень обрадовался, его спросили, что ты радуешься, ты просил, чтобы тебе денег дали, тебе не дают, а ты радуешься. Он говорит, понимаете, есть такая вещь, я все время читаю вам уроки по муссару, говорю, как надо себя вести, вы абсолютно меня не слушаете, никакого эффекта. Сказано в геморе, что дворим яцим мингалев нехносим лалев. Вещи, которые выходят из сердца, они входят в сердце. А вы меня не слышите, я думал, что, значит, эти вещи не выходят из моего сердца, что я где-то лицемерю, когда говорю вам уроки. Но то, что зарплату повысить я просил от чистого сердца, я знаю точно. Вы все равно не послушали, значит, проблема не во мне, а в вас. Но когда человек, который получил этот рабанут, рабанутом здесь имеется в виду не человек, который на ставке раба, я не знаю точно, кто называется рабанутом здесь, но это человек, который должен, у него есть вес, его будут слушать и так далее, упрекать и лагодрих правильно указывать, как правильно служить Всевышнему. И он этого не делает, то тогда с него забирают одежду, которая у него есть. Что значит забирает одежду, которая у него есть? Объясняет Гаон, что я уже несколько раз говорил, что бгадим человека, одежда человека, одеждами называются медот, называются качества человека, черты характера, которые есть у человека. Человек имеет определенные отрицательные, определенные положительные черты характера. Он объясняет, что у человека есть два отрицательных качества. Мы много раз с ними сталкивались. Это тоже Штейн Ашим Занод, который приветствует юноши при входе в дом. Это Хэмда и Таава. Вот это два суперотрицательных качества, из которых рождаются все остальные. Таава – это нежить себя, сидеть в доме и получать удовольствие. От еды, от чего угодно, не имеет значения. Получать от этого мира кучу удовольствия. Нега, вот такое вот нега ивритское, и русское слово «нежиться» – это одно и то же слово. Нежа и нега. Человек, который сидит, лежит, я не знаю, что он делает, и он, вот, вся его жизнь в получении удовольствия. Хэмда – это совершенно другое качество. Это качество, которое не позволяет человеку сидеть дома. Он навсегда находится на улице, снаружи. Это качество, которое заставляет его постоянно преследовать, бежать, доставать, зарабатывать. То есть преследовать понятие богатства, денег. Он не может находиться в покое. Ему не нужно дома получать удовольствие. Ему, наоборот, нужно все время, доктор, дайте мне лекарство от жадности, и побольше, побольше. Вот это состояние, которое называется хэмда. Человек не может быть в нормальном состоянии покоя. Иногда он находится при выходе из дома, иногда где-то на улицах, иногда ему надо ехать к чертовой бабушке, но он всегда находится вот в беготне. Соответствую этому, есть два положительных качества, которые есть у человека. Первое качество всегда находится внутри, второе – снаружи. Одно из качеств – это качество, которое дает человеку возможность, из которого растут все проявления. Понятно, что это корни, да? У каждого из этих корней есть куча деталей, куча веток проявлений, которые есть. Одно из этих качеств – это качество, которое есть у человека, отвечающее за поступки между человеком и творцом. Это качество позволяет сидеть дома, делать митцвод, который Бен Адам Лумаком, между человеком и Всевышним, я не знаю, изучение Торы, надевание Твилин, ну любые митцводы, которые есть, для этого не нужно общество, не нужно выйти наружу. То есть это анти-таева. Таева – это сидение в доме для получения удовольствия. Анти-таева – это сидение в доме, не выход куда-то в народ и так далее, для того, чтобы выполнять заповеди между человеком и Всевышним. Такое антоним понятия таева. Я сейчас вспомню, пока анекдот расскажу, который недавно кто-то мне рассказал, что как определить, разделить, понять, кто является математиком, а кто физиком. Надо попросить человека сказать антоним, слово параллельно. Если он скажет перпендикулярно, то математика, если скажет последовательно, то физик. Так вот, когда у нас есть понятие антоним, понятие таевы, это человек, который так же, как Баальтаева, он хочет сидеть дома. Но Баальтаева получает удовольствие от этого мира. Человек, который анти-таева, я не знаю, как по-русски это сказать, это человек, который получает удовольствие от исполнения Торы и заповедей. Но это имеет отношение к только заповедям между человеком и Творцом. Второе качество, позитивное, которое есть у человека. Давайте просто как-то определим какое-то проявление этого первого качества, так как начнем второе. Гаон не пишет, как это проявляется. Но мне кажется, что, например, для изучения Торы самое основное качество, которое нужно, это усидчивость. Потому что одно из самых тяжелых вещей, которые есть при изучении Торы, когда у человека в одном месте шило, ему всегда куда-то хочется что-то делать и так далее. Поэтому анти-таива, который есть у человека, это просто сидеть и учиться. Я возьму один из примеров. Понятно, что таких можно бесконечно, но второе качество – это позитивное качество, которое отвечает за качество между Адамом и Хаверо, между человеком и его ближним. Оно не позволяет сидеть дома, оно должно по определению быть на улице, потому что ему нужно встречать людей, которым он будет оказывать митцвот. Эйн Гахинами, на самом деле, оно может быть внутри дома тоже. Например, митцва Ахнаса Тархим, митцва принимания гостей к себе. Оно может быть внутри дома, но это, тем не менее, вещь, которая митцвот Асе, которая требует от человека бежать, требует действовать. Как хэмда, только хэмда требует действовать, чтобы побольше, побольше. А вот это качество, название которому нету, это качество, которое требует для человека митцвот Банадам и Лахаверо, и тоже побольше, побольше. Бекур Халим, Гмелут Хасадим – невозможно описать все митцвот, которые есть между людьми. И качество между человеками Всевышнего внутри, между человеком и человеком, оно снаружи. И эти митцвот, они называются одеждой Талмитхохама, одеждой мудреца, одеждой цадика, одеждой праведника. И вот это, он приводит несколько, рает несколько доказательств из пасука, когда он говорит, что Каэн надевает одежды и так далее, и так далее. Мы уже несколько раз, говорит, Гаон это объясняли. И вот сказано в этом пасуке, что человек, который должен по той или иной причине лагадрих вести миньян, вести цибур, не миньян имеется в виду, а ам-исраэль помогать каким-то людям, которые от него зависят, стал гарантом за этих людей, в хорошем смысле этого слова гарантом. Но если он не выполняет свои функции, то первое, что делается, с него снимаются его позитивные одежды. Акодыш бюргу мидаки негет мида, мера за меру. Ты не работаешь, не помогаешь другому избавиться от хемды и тайвы, от тебя снимается та позитивная одежда, которая на тебе есть. И человек лишается хороших мидот, как на улицу, как наружу, так и внутрь, как мидот мидадам хабиро, так и другие мидот. Вот, и это ареф, но когда человек ареф баатна хрия, то есть ареф еще за более серьезную вещь, теперь он объясняет, что есть два вида арефа, ареф за хемду и ареф за тааву. Когда человек за хемду отвечает, то одни качества с него снимаются, когда за тааву снимаются другие качества. Но общее между ними, это то, что Акодыш бюргу дает человеку вот эти вот мидоты, сиютадышмая в них, и в тот момент, когда он помогает другому с этими качествами, он улучшает свои качества автоматом. В тот момент, когда он этого не делает, то мидакинэгитмида, Всевышний снимает с него эту одежду. По такому пути идет Гаон, объясняя, что говорит Шламу Амелу. Довольно интересные два подхода. И, как обычно, Элла Вэлла Деврея Лаким Хаиме, то и другое слово Всевышнего. Вот, мы дошли до 17-го пасука, и я должен закончить. Вот, всего доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok